напомню в эфире программы час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели мы обязательно вернее вы обязательно сегодня поговорить о том а и ну скажем юбилейной дате 110 лет со дня рождения рейгана я не знаю начнете вы с этого или с чего-то и ну начнем с рейгана действительно а к нему мы так или иначе пристроим и то что происходит в америке сегодня потому что рейган он так или иначе у нас везде один из тех людей которые вместе всегда поэтому благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и как вы знаете в прошлые выходные 110 лет рейгану было естественно мейнстримные средства массовой информации увлеченные как бы это помягче сказать облизыванием так это зовем байдена на это особого внимания не обратили но мы это внимание обратим потому что рейган остается фигурой масштабной рейган остается человеком по которому мы меряем президентов политиков и консерваторов вообще и рейган остается человеком по которому мы меряем собственно говоря и состояние консерватизма тоже если начну так не скромно себя для меня знаете есть это избитые выражения там путин мой президент путин не мой президент и бак обама трамп кого угодно можно поставить вот мой президент это рейган хотя да в те годы я был еще весьма и весьма юном возрасте но какое-то вот моё более-менее сознательное восприятие окружающей действительности и уже тогда появившийся интерес к соединенным штатам культуре истории ну политики естественно меньшей степени но тем не менее они были во многом связаны именно с рейганом и когда он сюда например приезжал восемьдесят восьмом году то это вообще было как знаете некое явление пришельцев не из другого мира но при этом пришельцы весьма доброжелательного и хотя тоже тогда кстати говоря средства массовой информации и наши и западные облизывали горбачева но кто был по и настоящим героем в общем-то можно было понять и мое так скажем восприятие мира ну так или иначе всегда возвращается к рейгану тут ничего уж не изменишь если отвлечься от моей скромной персоны и перейти непосредственно к нашему герою то мы с вами увидим что человек это интересный и как это часто бывает со многими интересными людьми ну до конца на самом деле непонятно с одной стороны есть образ который сам рейган создавал это доброжелательный уверенный в себе человек который всегда может пошутить который вроде бы такой простой парень и так далее и тому подобное но за этим вот образом на который покупаются грубо говоря по сей упор очень многие вообще-то человек не то что даже интересно это само собой еще и сложный известно что рейган что отмечал даже его жена нэнси был весьма и весьма закрытым при кажущейся наоборот открытости это был классический такой лоунер да одиночка и в свой внутренний мир он на самом деле никого не допускал поэтому можно что-то понять по его например письмам по некоторым его особенно ранним выступлениям но биография и автобиография его там понятно они более рекламного плана все-таки они не дают о нем особого представления но вот то что образ и реальный человек они различаются это безусловно потому что рейган был на самом деле одним из самых интеллектуально развитых президентов надо весьма и весьма начитанных это порой и даже не порой те кто его кого он пускал ближе чем другие это могут подтвердить и рейган был человеком весьма и весьма смелым хотя ну вроде бы войне он не участвовал там по причине слабого зрения но его пытались убить неоднократно когда он боролся с коммунистами в голливуде ему угрожали что его обольют кислотой и еще что там из коммунистов вы сами знаете всякое останется когда он был губернатором калифорнии то левые все собирались его убить такое тоже было там заговоры вполне основательные создавались когда он припыл президентом как вы помните в него стреляли но когда он его везли в операционную он еще шутил с врачами а потом уже выступая тоже помните это знаменитое выступление когда там шарик лопнул рейган прервался сказал промахнулись и продолжил то есть человек своеобразный человек смелый и человек который как и многие придя консерватизму не напрямую а через либерализм как вы помните наверное его знаменитая тоже шутка у него на какой-то пресс-конференции спросили уже пом будучи президентом когда он был считает ли он себя ответственным за экономические проблемы в стране он сказал конечно считаю я же был демократом и пройдя вот этот свой путь через демократа до консервативного либерального до консервативного республиканца он всем нам показал что во первых консерватизм может работать и консерватизм это не только некое абстрактное понятие а он вполне может реализоваться и в ряд жизненных направлений что консерваторы это не скучные люди доброжелательные остроумные и которые могут свою точку зрения донести до кого угодно все-таки титул великого коммуникатора у рейгана не просто так а и самое главное он показал всем что консерваторы они могут выигрывать потому что когда рейган взял свой первый пост имя виду губернатор калифорнии то до того проиграли голдот проиграл голдотер проиграл уильям бакли и казалось что да консерваторы могут какой-то шум произвести могут свои идеи сделать достоянием общественности но что для них участие в рекламной кампании в предвыборной кампании прошу прощения это но только вот способ привлечь людей консерватизму но не выиграть рейган выиграл рейган показал что консерватизм может кстати говоря бороться с левым засилием в университетах и так как его бескомпромиссная позиция привела к тому что уровень образования в калифорнии резко вырос чуть ли не на сто процентов показал он на что консерваторы может пользоваться могут пользоваться популярностью и показал он и научил консерваторов что подход такого шоу-бизнеса он работает до рейгана пожалуй был только один я уж тоже там проводил не раз классификацию был пожалуй только один шоу-мен это линкольн с его лист шоу-мен по делам по позициям девятнадцатого века рейгана вот принес старый голливуд которым еще что-то консервативное оставалось рейган принес американские поп-культурные идеи оптимизма нежелание сдаваться и побеждать и у рейгана это получилось естественно когда мы говорим с вами о рейгане то нельзя считать нельзя боготворить вообще политиков это в принципе плохо но и конечно же нельзя забывать и о проблемах которые были правление рейгана идеальным не было ни в коем случае и хотя как я сказал и к этому я еще вернусь успехи его отрицать все-таки не стоит но то что ряд ошибок или поражение его восемь лет сопровождали но это тоже к сожалению нельзя отрицать потому что если мы говорим о политике внутренней то рейгану не удалось справиться с правительственными расходами как ему бы это хотелось хотя там были успехи но тем не менее рейгану не удалось одолеть демократов в конгрессе прежде всего в палате представителей они оставались его серьезными противниками и перетянуть на свою сторону ему не удалось их и самая наверное большая его проблема это то что рейган согласился на амнистию для нелегалов он сам по словам его советника миза сам рейган считал это своей самой большой ошибкой но вот тем не менее эта ошибка никуда она не денется и в глазах очень многих например его европейских даже поклонников это я могу вам сказать если вы почитаете литературу той поры но это считалось как действительно признание по такое поражение не только консерватизма америке вообще во внешней политике хотя рейган был человеком абсолютно произраильским и одним из самых дружественных израилевых президентов вообще что признавали израильцами скажем эвана даже считал что рейган слишком к израилю доброжелателен шамир полагал что с рейган человек с которым можно и нужно иметь дело в отличие от того же картера но при этом рейган тоже мы не забываем помешал израилю разобраться с рафатом хотя по словам тоже по воспоминаниям когда весь кабинет требовал от рейгана каких-то жестких действий во время операции в ливане то рейган этого не хотел он за израиль защищал всегда но тем не менее что вышло то вышло до конца защитить не удалось и вся история с морскими пехотинцами которые непонятно зачем отправились на ближний восток погиб огром помните жуткий теракт 240 человек с лишним погибло и тут же рейган их вывел ну конечно это тоже была его ошибкой не надо было выводить не надо было выводить при первой же опасности пусть даже и серьезный мы то что с горбачёвым он порой был слишком любезен тоже поверьте мне когда говорят что там трампа критикуют за мягкость с диктаторами но рейгана тоже критиковали на самом деле считали что консерваторы прежде всего с горбачёвым слишком уж милый любезен но тем не менее рейган то свою линию гнул и когда надо было как в рейкявике мог спокойно прервать переговоры сказать своему госсекретарю шульцу помните которого не стало на днях тоже такое кончание эпохи рейгана можно сказать мог сказать все до свидания мы уходим поэтому проблемы были но при всем при этом рейгановская политика снижения налогов и рейгановские установки хоть какие-то на сокращение я сказал что у него это не получилось в том объеме в котором ему бы хотелось но что-то он сделал все-таки поэтому экономический рост был экономический рост неслыханный сбор налогов вырос как и следовало ожидать от их сокращения и что самое главное рост правительства на самом деле приостановился не рейгану не удалось откинуть назад великое общество и новый курс хотя он на это собирался сделать но по крайней мере он затормозил разбухание правительства и за это ему большое спасибо это было действительно хорошо во внешней политике повторяю несмотря даже на то что я назвал рейганы израильские лидеры видели своим другом и заслуженно при рейгане позиция американского кабинета было никакого палестинского государства ни в коем случае и рейган который будучи еще когда в голливуде работая у него было одни во время войны одним из заданий он монтировал для армии хронику освобождение в том числе хронику концлагерей и то что он увидел сделал его врагом антисемитизма навсегда сами понимаете поэтому это было по нему видно его позиция по отношению к советскому союзу привела к окончанию холодной войны какому мы сейчас не будем говорить но то что он бушу передал раздавленный и запуганный социалистический блок который потом развалился уж как буш на это отреагировал тоже другая тема это безусловно поэтому рейгана америку показал что америку можно вытащить из либерализма показал что можно победить и его наследие она определяла консерватизм и продолжает придать консерватизм по сию пор другое дело что консервать рейгановские консерваторы к власти не приходили очень долго потому что не буша ни младшего не старшего как не мне относить но их рейгановскими консерваторами назвать нельзя конечно же пусть даже буш старший назначил томаса у рейгана был скале борка не дали назначить кеннеди о коннор так себе назначение на скале дает дорогого стоит но тем не менее всем их вы все мы меряем происходящее всех последующих президентов по рейган и достаточно неожиданно для многих на меня для пример действительно оказалось что ближе всех к рейгану стал конечно же трамп я их не буду сравнивать пока еще рано но то что трамп вернул нам ряд рейгановских позиций будь то готовность давить врага не прибегая при этом к вооруженным действительно каким-то активным действием будь то снижение налогов и дорегулирование или наконец привлечение на свою сторону рабочих демократов так так были рейгановские демократы знаменитые определения это у трампа получилось да но про израиля само собой здесь вот тот момент где можно говорить что трамп рейгана превзошел наверное да у трампа нет увы и не было желания рейгановского сократить действительно государства и его расходы попытки предпринимались но вы трамп все же при трампе рост правительства только продолжался и его функции частично из-за того что происходило с эпидемией частично по другим причинам но вот этот момент трамп рейгановский не передался я считаю зря но зато трамп исправил пытался исправить рейгановские ошибки в области конечно же иммиграции здесь у него тоже преимущество поэтому я еще раз повторяю я не буду говорить кто из них лучше кто из них хуже мне всегда рейган будет ближе и понять мое восприятие консерватизма через рейгана идет но то что трамп в ряде случаев вернул рейгановский консерватизм в чем-то увы нет но в чем-то его даже дополнил в лучшую сторону это мы сейчас с вами отрицать все таки не будем а и сейчас когда ситуация у нас прямо скажем удручающая потому что до интересное совпадение когда рейган приходил к власти то он считался самым старым президентом сейчас похожая ситуация но разница ощутимая как какой был рейган какой байт ну вот тем не менее сейчас нам нужен и наследие рейгана его политика и с корректировками внесенными трампом чтобы привлекать и больше избирателей делать консерватизм более понятным и противостоять левой атаке который идет по всем направлениям мы видим что это происходит у нас есть уже новый рон тоже я не собираюсь конечно сравнивать его с рейганом но то что например десантис сейчас и мы с вами здесь переходим уже к нашим сегодняшним новостям знаете пытается сейчас в своем штате взяться за пресловутый big tech обложить их штрафами за то что они делают делают заставить их четко формулировать свои правила и если правила меняются то ставить в известность потребителей использователей заставить их платить штрафы если они ведут себя недолжным образом и упростить вообще процедуру привлечения к ответственности десантис действительно человек многообещающий на местах мы видим с вами что ряд законодателей республиканских пытаются вернуть нам федерализм это происходит в северной южной дакоте в южной дакоте по пока без участия моей любимой кристи но но тем не менее там сейчас рассматриваются в местных палатах представителей законы проекта которые позволят штатам аннулировать указы байдена немного немало ну разумеется они должны пройти рассмотрение прокурора штата и если прокурор считает что они посягают на права граждан то извините они отменяются особенно это касается личных свобод права на оружие добычи энергоресурсов вот это вот я очень надеюсь что законы проекта будут приняты все-таки противостояние нынешней либеральной атаки мы увидим потому что посудите сами когда рейган приходил в политику но о каком консерватизме шла речь либерализм во всех его проявлениях до кеннеди который сегодня который он сегодня кажется почти консерватором но рейган то его называл напомню карл маркс с мальчишеской прической еще в шестнадцатом году и представить себе что такой человек как рейган победит и что консерваторы которые как кстати сейчас тогда рисовались сумасшедшими какими-то маргиналами ультра правыми и так далее и тому подобное что они получат своего человека в белом доме который будет воплощать политику консервативную жизнь это было невозможно да сейчас все сложнее левые увы сделали уроки тем не менее пока рейгановский дух остается да в десантисе в республиканцах дакоты северный и южный мы с вами на что-то можем надеяться рейган показал нам еще и то что вот казалось бы несовместимые вещи консерватизм и революция они сочетаются пусть я понимаю слово революция многих из вас и шокирует но рейган показал всем что казалось бы незыблемые позиции либерального истеблишмента они их можно пошатнуть на их можно атаковать и во внешней политике где казалось что с коммунизмом лучше не связываться рейган пошел на конфликт и выиграл и в политике внутренней где казалось что либерализм за время рузвельта джонсона и же с ними они укоренились окончательно рейгана им бой дал пусть у него не вообще не все у него и получилось и если мы говорим о том что настоящий гений в политике это даже не тот кто что-то делает хотя это важно безусловно но тот кто меняет образ мысли людей то рейган это действительно консервативный революционер с большой буквы в обоих понятиях и рейган это человек который заставил всех понять помним его знаменитое правительство эта проблема заставил всех понять что во внешней политике все очень просто мы выигрываем а они проигрывают и главное заставил понять всех что для нас нет ничего возможного ведь мы американцы ну мы здесь не американцы но в такие минуты мы все с рейганом мы все американцы поэтому давайте пожелаем духу рейгана еще долго помогать так или иначе америке а то и революцию что сороковой президент проявил в мозгах чтобы она ее плоды ее результаты помогли справиться и с нынешними ну не самыми легкими конечно же временами здесь я умолкну если сергей что-то добавить с удовольствием передам словом абсолютно правы трудно переоценить роль роль рейгана в истории нашей страны и наверное о том что но следующий тема у нас будет ольстер и израиль а мне бы хотелось чтобы вы прокомментировали вот что это уже не имеет отношения к рейгану так или иначе имеет отношение к республиканцам и говорит о том какие они все-таки разные но то что ли с чейни выступила накануне там в поддержку импичмента то что наш бывший военный адам кенсингер возглавил пэк чтобы объявить импичмент трампу и так далее есть такие республиканцы а вот воскресным воскресным шоу криса волоса который уже теперь не скрывает своих его радикальных взглядов он теперь на консерватору так жестко жесткими вопросами прет алис чейни заявил о том что дональд трамп не играет роли является лидером не играет роли в республиканской партии вы думаете насколько это соответствует действительности права ли она я уверен что нет потому что мы с вами видим что чейни с ней уже разобрались в ее штате напомню вам этот пресловутый сеншер ну что-то вроде даст очень строгого выговора ей уже объявлен поэтому нет от трампа им не избавиться знаете джеймс бернам писал что очень любит по поверженного врага показывать монстром который вот-вот всех победит есть и другой момент пытаться на него его игнорировать трампа не проигнорируешь потому что нам не нужен в двадцать четвертом году очередной ромни маккейн и боб доул и и даже джордж буш нам нужен именно консерватор до с уходом в рейгана но и испытавший на себе влияние трампа поэтому избавиться от него никак нельзя это что республиканцы уже чейни дали по мозгам грубо говоря но это хороший показатель пусть она все-таки за языком то следит свобода слова свободы слова но понимать что нужно побеждать они играть в игры с демократами от безусловно кстати и по рейтинг в ее родном штате 13 процентов так что я думаю что на этом ее тенью в конгрессе надеюсь во всяком случае закончится то же самое произошло у нас здесь тоже объявили выговор кензингеру но у нас сошла особый штат особо одаренные люди волшебные на всю голову поэтому я не удивлюсь если этот хлопец будет переизбран на очередной срок в конгрессе или будет раноться а нибудь в губернатор или еще чего и я именно с этим связываю его такой демарш любимчик сенен стал хорошо давайте сделаем перерыв буквально через несколько минут вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова и прежде чем перейти к следующей теме давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте скажите вам пожалуйста вот вы сказали о том что двадцать четвертом году нам не нужны будут такие как ронни маккейна или долл левые такие ребята и нам нужен нужен какой-нибудь консерватор типа трампа на что мы можем рассчитывать и когда голосование по почте машина доминиум мертвые души и судей которые стоят на стороне демократов в дальнеотъемлемой частью нашей избирательной системы как мы можем рассчитывать на победу будущем без реформы избирательной системы соединенных штатов спасибо да спасибо вам все зависит от законодателей в штатах если они будут делом заниматься ведь заметьте по последним выборам республиканцы свое положение в штатах укрепили в законодательных собраниях вот пусть они делают все что я могу сказать ну если они капитулируют то конечно я развожу руками но в принципе это проблема решаемая и даже при том что мы сейчас имеем с вами в белом доме главное чтобы республиканцы на месте были республиканцами они непонятно кем совершенно верно скажем техас отказался от использования машин доминиум отказался и все но и законодатели в штатах причем буду этих спорных штатах в так называемых колеблющихся там ведь преобладают республиканцы действительно от них зависит насколько они проявят принципиальность жесткость а поскольку как выясняется и в пенсильвании и в вискансине исполнительная власть нарушила конституцию изменив законы вопреки конституции штата поэтому во многом все зависит от местных республиканцами кстати судья ребекка брэдли не удержусь от того чтобы не напомнить она про это и написала верховным суде висконости ну к сожалению и было мнение меньшинства а тогда открытым текстом что действия власти они нарушают существующие и конституцию штата и конституцию вообще ну хорошо переходим к следующей теме острый израиль что общего да совершенно верно я уж вам не раз говорил что этот год раз в месяц мы про ольстер разговариваем но я думаю концу года вы согласитесь что она того стоило помните в январе речь шла про американские связи которые на лицо и они бесспорны и кстати говоря и наш герой рейган он тоже частично не просто из ирландии из ирландских шотландцев то есть это тоже ольстерские корни но вот что касается ольстера израиля то здесь я начну с цитаты нас загнали в угол но мы не сдаемся и мы понимаем что ближе всего нам одна страна это государство израиль великий еврейский народ не пожелал погибать великий еврейский народ отбивался и отбивается от всех своих врагов мы будем делать то же самое это 73 год когда создавалась ассоциация обороны ольстера боевая организация нацеленная на защиту изначально людей когда полиция армия этого сделать не могли от ирландских террористов про боевые организации у нас отдельный разговор но в целом это действительно очень своеобразная связь ольстерские юнионисты и лоялисты люди преимущественно консервативных взглядов и выходцы из простых рабочих или низшего среднего класса они действительно ощущают особую связь с израилем и всегда ее ощущали не все говорю сразу идиотов хватает везде антисемитов там конечно такое есть но преобладающие симпатии пожалуй страна за пределами соединенного королевства это израиль даже едва ли не больше чем америка но издавна если мы с вами вспомним то еще когда был ольстер и когда только создавалась северная ирландия но напомню ольстер это девять графств северной ирландии остались шесть остальные ушли в ирландию так вот еще военный губернатор иерусалима сторс высказывал давным-давно идею что эрец израэля еврейское государство если там его создавать то это должен быть такой еврейский ольстер то есть британские интересы которые бы защищались против арабов но сторс потом скурвился грубо говоря слишком там арабам стал угождать и идея естественно перешла в независимый израиль что гораздо разумнее но и враги и друзья с той поры отмечают эти параллели скажем конспирологи вообще говорят что создание северной ирландии и вот британского ольстера это была тренировка перед созданием израиля как колониальные происки британцев но люди разумные они просто видят что у жителей ольстера жители северной ирландии и жители израиля очень много общего немного здесь религии потому что есть на люди верующие в ольстере их много они полагают что жители ольстер это одно из заблудших племен израилевых и отсюда и шестиконечная звезда на флаге северной ирландии она там есть другие полагают что шестиконечные звезды вполне прозаическое объяснение что шесть графств поэтому частиконечная звезда но что самое главное даже если мы отвлечемся от религии то посмотрите сами кто такие жители ольстера это люди которые живут на земле которые давным-давно освоили их предки им совершенно ничего не нужно чужого они просто хотят жить чтобы их никто не трогал но их взрывают их убивают их постоянно требует чтобы они что-то отдали говорят что они живут на чужой земле и и оккупанты и так далее и тому подобное и общественное мнение против них то есть когда ирландцы взрывают убивают то это либо оправдывается либо игнорируется как только начинаются ответные действия лаэлистских боевых организаций я их не оправдываю в отличие от израильских это отдельная тема но я их понимаю целиком и полностью а иногда даже оправдываю ладно чего уж там то сразу поднимается шум оскорбление и так далее и тому подобное вы видите очень похожие ситуации действительно и когда может ради интереса посмотреть есть довольно любопытный документальный фильм снял израильтянин в белфасте где он особенно в первой части разговаривает со сторонниками израиля простые жители с жутким акцентом своим сидят в пабе где флаги да три флага популярных в белфасте в лаэлистских районах северо-ирландский британский израильский так вот под этим флагом сидят в пабе говорят что мы за северо-ирландский израиль мы вас прекрасно понимаем ваш хамас это как наша ира но и у тех и у других работает пропаганда единственное в чем они лучше нас это в пропаганде и действительно тут мы с ними согласимся поэтому вот такая общность есть более того если мы продолжаем с вами такой поп-культурный уровень то обратите внимание кто следит тоже за футболом хотя сейчас это трудно сделать когда поклонники рейнджерс а рейнджерс это главный клуб хотя он шотландский но он главный клуб для северо-ирландских лаэлистов то они обязательно ездят на игры с израильским флагом тоже опять северо-ирландский флаг британский израильский шотландский нет тогда как их противники из селтика там как правило пресловутый палестинский флаг что здесь интересно что если мы вспомним с вами боевые организации израильские лэхи иргун прежде всего лэхи то они как вы помните как раз с британией то воевали и более того шамир даже взял себе подпольное имя майкл в честь майкла коллинса ирландского деятеля но сами ирландцы они на самом деле к израилю никогда симпатии не испытывали и если пока еще шли боевые действия как-то так его поощряли то как только израиль был создан в ирландии этот вот их антисемитизм к сожалению присущий в ирландии повторяю их симпатии и к связи с гб из гитлеровской германии они не на пустом месте поверьте мне появились поэтому там сразу же израиль тоже объявили творением колониализма с британскими ставленниками и так далее и тому подобное поэтому пытаться найти друзей в ирландии но это в принципе невозможно кроме кевина мэрса который мы говорили в прошлый раз хотя к шамеру мы еще вернемся этот момент вы запомните но вот постепенно связи стали все больше и больше налаживаться и хотя здесь и северной ирландии израиль они находятся в таком сложном положении ну потому что израилю открыто поддерживать северо-ирландию через голову лондона все-таки часть королевства но это сами понимаете не не очень хорошо северо-ирландцам дружить с израилем через голову лондона тоже навлекать на себя негодование так в лондоне к северо-ирландии отношения не очень хорошие но связи есть связи как на уровне вот таком лоялистском вроде бы низком так и на более высоком о чем еще будем говорить более того есть такая история она не очень афишируется но она есть что как минимум один раз как минимум а может и больше восемьдесят седьмом году довольно большая группа оружия отбиты у террористов в ливане через южную африку была отправлена ольстерским лоялистом для борьбы с ирландскими террористами и заметь какой-то год восемьдесят седьмой вспомните кто был премьером в израиле в это время тот самый шамир я вот полагаю что это операция вряд ли без его ведом и делалось и как вы видите все таки мудрый человек шамир он в конце концов распонял но он я думаю сразу давно это понял но тем не менее кто реальные друзья на британских островах и плага по еще раз говорю история такая очень полу спокрытая легендами мифами и так далее но скорее всего так оно и было я думаю что шамир поучаствовал в этом и вот постепенно то что в ольстере в северной ирландии если угодно о чем мы будем говорить с вами в следующий раз то есть в мартовском выпуске северо-ирландском у них вся политика примечной специфики очень сильно связана с низами ну грубо но я уж так скажу потому что ну место небольшое политики и люди взаимодействует то вот это вот любовь лоялистов любовь простых северо-ирландцев к израилю даже они там не были ни разу но все равно она естественно постепенно стала проецироваться и на политиков прежде всего политиков права консервативных политиков юнионистских я приведу вам два примера самых таких очевидных если угодно это вот две было самые крупные партии юнионистские в северной ирландии и обе правые ольстерская юнионистская партия долгое время вообще была основной и ее лидер сейчас правда он ушел там по целому ряду причин дэвид тримбл он всегда был про американским даже когда было модно например в британии порицать америку за войну в вьетнаме тримбл тогда еще молодой совсем политику он открыто америку поддерживал а и выйдя на ведущие роли он продолжил он налаживал контакты правда не очень активно но это же отдельная история с консерваторами американскими и он же всячески налаживал контакты с израилем и по сию пор остается одним из главных друзей израиля в британской политики вообще более того тримбл лауреат нобелевской премии мира за соглашение страстной пятницы тоже отдельная история и сейчас он вот по правилам я понимаю нобелевского комитета исходя из своей роли он продвигает кандидатуру нетаньяху на тоже нобелевскую премию мира завод последние соглашения с арабскими странами я конечно понимаю что там black lives matter шансов больше и что тримбл и нетаньяху будут в мягко говоря весьма поганой компании но сам тот факт что настоящий ольстерец остается и всегда был другом израиля и сейчас делает все чтобы премьер израиля получил такое международное признание но это достаточно серьезный показатель но в ольстере в северной ирландии есть еще одна интересная закономерность это то что партии которые о чем тоже мы подробнее поговорим в следующий раз но двигаются к центру их сразу вытесняют более правые партии и когда ольстерский юнионисты пошли к центру то появилась партия она называется демократическая юнионистская и у нее связи с израилем еще более серьезные то есть нп если ее основатель ее создатель уже покойный к сожалению он ездил в израиль неоднократно его помощник вторая правая рука питер робинсон позировал на границе с ливаном показывая на чьей стороне демократические юнионисты ольстера на стороне израиля естественно и во многом кстати та самая операция тоже сейчас я уже не буду утверждать но видимо там не обошлось без юнионистов и пейсли который кстати говоря многому как многому это мои домыслы но они вздружили и на трампа повлиял и многому ему научил кстати говоря пейсли создал северной ирландии общество друзей израиля и представители его партии это самые произраильские силы в британском парламенте когда создавался там такой как бы назвать доклад не доклад в общем обязательства о поддержке израиля в британском парламенте это было еще где-то середине десятых то практически все по моему точно все представители партии которые были в парламенте все его подписали в том числе основные деятели вроде джеффри доналдсона сейчас они да там какие-то антисемиты британские конспирологи даже ведут подсчет сколько раз кто из ольстерской партии демократической юнионистской в израиль ездил показывая что ездит постоянно и когда учитывая что к сожалению в северо-ирландском парламенте не только наши люди но еще ирландские националисты так уж получилось поэтому им удалось протолкнуть признание пресловутой несуществующей палестины единственной силой которая пыталась им противостоять и эту резолюцию сорвать были естественно тоже демократические юнионисты представители вот этого самого правого крыла ольстерских лоялистов ольстерских юнионистов то есть как мы видим это поддержка она на самых разных уровнях и мы видим что и вот эти вот связи какие-то психологические исторические здесь сложнее утверждать будем считать психологические и религиозные а ольстерцы люди весьма религиозные я имею ввиду вот эту вот теорию заблудшего племени израилева она работает ну и те все то что я вам перечислил это все есть и сейчас тоже ситуация там запутанная сложная они будем говорить отдельно но очень может быть что в партийной системе произойдет очередная перестройка в северной ирландии вы может видите что я вам тоже про это рассказывал сейчас северная ирландия из-за брексита из-за беспомощной политики британских властей она осталась в лапах евросоюза из-за чего там растет негодование и неприязнь к евросоюзу даже среди тех кто за брексит голосовал но что это может дать хорошего появится какая-то новая сильная правая партия юнионисты сейчас демократические слегка свои позиции утратят и если ничего скорее всего не изменится симпатии сохраняться они сохранятся то в чем можно быть уверенным так это в том что ольстерцы будут друзьями израиля в обязательном порядке и то что о чем я говорил обращаясь к американским слушателям в январе но повторю сейчас я обращаюсь к слушателям израильским я знаю они есть не ищите еще раз говорю не думайте что в северной ирландии все друзья израиля нет но преимущественно настроение я вам описал израильские лоялисты в твиттере даже любят вставить в подпись флаги ольстерские лоялисты израиля видите оговорка по афрейду у меня поэтому в этом году в году столетия если на что мы все надеемся локдауны все-таки снимут и туда можно будет попасть то если вы думали ехать в европу но выберите понимают и все сложно недорого достаточно но все-таки съездить в северную ирландию в июле лучше всего когда у них будут праздники если им разрешат и посмотрите эти люди нуждаются в нашей поддержке эти люди нуждаются в поддержке израиля потому что они израиль любят и я думаю поддержку им стоит продемонстрировать ольстерские лоялисты если вы с ними подружитесь это друзья навсегда поверьте мне в следующий раз то есть в марте расскажу я вам как политическая система там работает и партийная тоже достаточно интересно а ну и дальше каждый месяц я к этой теме буду исправно возвращаться надеюсь вам будет интересно но естественно следующий раз американские новости надеюсь будет у нас еще что-то оптимистическое что-то интересное и дух рейгана которого мы начали он на себе так или иначе напомнит и американский консерватизм вдохновляющийся в том числе и своими ольстерскими корнями он нас все-таки порадует ну по крайней мере мне бы хотелось на этой ноте сегодня закончить я думаю что на следующей неделе нам доведется поговорить о о дешевом шоу под названием импичмент что на самом деле является попыткой отвлечь внимание населения америки от той катастрофы которую несет администрация байдена еще у меня вообще сложилось такое впечатление что байденом за веревочки дергают два лагеря один лагерь обама который представляет интересы мусульманского братства на и второй лагерь это это китайские интересы причем к этому лагеря относятся и часть республиканцев часть республиканцев извините что я опять о своем если учесть что байден хоть там и сотрясает воздух но уже делает все чтобы усилить положение путинского режима то колюжен я тоже не исключаю спасибо огромное вам давайте до следующей встречи и всем самым лучшим спасибо вам до встречи